Книга «Открытым оком», 3 том, тема «Богослужение. Вопрос 1123». Тайная вечера состоялась в дни опресноков. Откуда взялся на вечере квасной хлеб? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вот и я уже 40 лет исследую и спрашиваю, откуда? Упертые православные богословы придумали версию, что опресноки – это мертвое тело, безжизненный камень, а квасной – это жизнь. Тесто пыхтит. Апостол Павел опровергает это суемудрие. 1 Калифинум 5.7 Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос закон за нас. Закваска означает грех. В притче о Царстве Божьем она означает евангельское семя, но это всего лишь притча, не имеющая никакого отношения к вечере. Исход, 12 глава, 15-19 стих. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. Семь дней им не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества сынов Израилевых. Пришлет ли то, или природный житель земли той? В то время, когда Господь проводил вечерю, во всем Израиле не было ни одного квасного хлеба, его заранее весь уничтожали. Если бы мы, православные, были духовными, разве бы этого слова было недостаточно для нас? Почему бы прямо не встать и не сказать «мы ошиблись»? Даже этим самым мы бы вызвали у своих врагов уважение к себе.